Маркс и Сатана Книга Ричарда Вурнбранта На корочках Я жажду отомстить тому, кто правит свыше. Представление о Боге является камертоном извращенной цивилизации, которую необходимо истребить. Карл Маркс Карл Маркс начал жить в богобоязненной семье. Документально подтверждено, что когда-то он был христианином. Однако резкие перемены в жизни привели Маркса к глубокому личному бунту против Бога и христианских ценностей. Он стал поклоняться Сатане и регулярно участвовал в оккультных практиках. Исследуя поэзию, пьесы, переписку и биографию Маркса, Ричард Вурнбрант создает убедительное доказательство неоспоримых сатанинских предпочтений Маркса. Собственные высказывания Маркса подтверждают его ненависть к Богу и, следовательно, к его творению, к пострадавшим от марксизма и коммунизма. Пастор Вурнбрант, который пережил 14-летнее заключение в Румынии за свои откровенные антикоммунистические взгляды, призывает христиан не поддаваться обману ложной благожелательности марксизма. Вурнбрант тщательно исследовал эту тему и сам пережил ужасы коммунизма. Он выявляет истинные корни марксизского мышления, чтобы показать их христианам и призвать их выступить против коммунистического учения. Он и его быв жена Сабина основали миссию Иисус коммунистическому миру. В наше время он называется «Голос мучеников», чтобы помочь христианам, которые страдают в коммунистических и марксизмских странах. Сегодня «Голос мучеников» служит телу Христову, также подвергшемуся гонениям со стороны исламских, индуистских, буддийских и других преследователей. Ричард Вурнбрант, 1976, авторское право защищено, использование и размножение материалов публикации без письменного разрешения издателя запрещено, за исключением коротких цитат в критических и обзорных статьях. Библейские цитаты приведены из Синодальной Библии, большинство цитат из произведений, написанных не на русском языке, как, например, Марса и Энгельса, переведены из первоисточников, поскольку в существующих переводах, изданных во времена коммунизма, содержание часто передано неточно или преднамеренно искажено, а многие слова или отрывки упущены, что значительным образом влияет на понимание значения изложенного. Перевод Маргариты Тучковой. Редакторы Светлана Фотина. Петр Наконечный. Книга создана на пожертвования христиан и не предназначена для продажи. О случаях продажи просим сообщать по указанному ниже адресу. Подписаться на наши материалы можно по адресу Ая-6-33-0-24 Украина Инфо-собака-вом-ру.орг Посетите наши русскоязычные сайты для детей Дети-отваги.орг Для взрослых-три-дубль-в.вом-ру.орг Введение Работа над этим трудом началась с небольшой брошюры, содержащей лишь только намеки на возможные связи между марксизмом и сатанинской церковью. Никто раньше не рискнул написать об этом. Поэтому сначала я был осторожен, даже робок. Однако с течением времени в моих архивах накапливалось все больше и больше доказательств, которые, я надеюсь, убедят вас в том, что духовная опасность является неотъемлемой частью коммунизма. В мое время марксистские режимы управляют более чем третью человечества. Если бы можно было доказать, что создатели и действующие лица этого движения за закрытыми дверями действительно являются практикующими поклонниками дьявола, сознательно эксплуатирующими сатанинские силы, разве такое потрясающее осознание не побудило бы нас к действию? Если кто-то наотмашь отвергнет мои доводы, меня это не удивит. Наука и технологии развиваются быстрыми темпами, потому что мы всегда готовы отказаться от устаревшего оборудования в пользу новых удобств. Совсем по-другому дело обстоит в социологии и в религии. Убеждения умирают медленно, и образ мышления, в отличие от компьютерного чипа, не так легко изменить или заменить. Человека трудно переубедить, даже владея новыми доказательствами. Двери некоторых умов стоят на ржавых петлях. Но я предлагаю заслуживающие доверия факты, свидетельствующие в пользу моих доводов, и приглашаю вас внимательно их рассмотреть. Коммунисты, конечно же, обратили внимание на эту книгу, которая была переведена на русский, китайский, румынский, немецкий, словацкий и другие языки, и в больших количествах везена контрабандой в страны, отделенные от остального мира с железным занавесом, в кавычках. Например, восточно-берлинское издание, немецкая учительская газета в статье под заголовком «Убийца Маркса» яростно осудила мою книгу, назвав ее наиболее широко провокационным и отвратительным произведением, написанным против Маркса. Цитата. «Убийцы Маркса! Неужели Маркса так легко убить? Неужели его Ахелесова пята так слаба? Если бы людям было известно о связи марксизма с сатанизмом, насколько это дискредитировало бы его? А многие ли знают об этой связи? Марксизм – известный в современном мире явление. Независимо от вашего мнения о нем, независимо от того, верите ли вы в существование сатаны или нет, какое бы значение вы ни приписывали культу сатаны, практикуемому в определенных кругах, я прошу вас рассмотреть, взвесить подкрепленную доказательством информацию, представленную мной в этой книге, и занять относительно прочитанную свою собственную объективную позицию. Я верю, что изложенные здесь доводы помогут вам сориентироваться относительно угрозы, которую в наше время марксизм несет жителям земного шара». Автор Ричард Вумбранд. Первое – изменение приверженности. Христианские работы Маркса. В мое время треть мира живет под гнетом марксизма. Даже многие капиталистические страны в той или иной форме переняли некоторые элементы этой идеологии. Удивительно, но некоторые христиане и даже священнослужители, многие из которых занимают в церкви высокое положение, уверены, что так же, как и Иисус дал правильные ответы относительно того, как попасть на небеса, Маркс дал правильные ответы, как помочь голодным, обездоленным и угнетенным здесь, на земле. По их мнению, Маркс был глубоко гуманным человеком. Его беспокоило одно – желание помочь эксплуатируемым массам. Он утверждал, что трудящихся обедняет капитализм. И как только эта прогнившая система будет свергнута после переходного периода диктатуры пролетариата, появится общество, в котором каждый будет работать на принадлежащих коллективу фабриках и в колхозах в соответствии со своими способностями и получит вознаграждение в соответствии со своими потребностями. Не будет государства, правящего индивидуумом, не будет войн, революции, будет только вечное всеобщее братство и равенство. Однако, чтобы массы достигли такого счастья, нужно больше, чем свержение капитализма. Маркс пишет, «Отмена религии как иллюзорного счастья людей является требованием их настоящего счастья. Призывать их отказаться от своих иллюзий по поводу их состояния означает призывать их отказаться от состояния, которое требует иллюзий. Таким образом, критика религии в зачаточном состоянии является критикой той слезы, в которой религия является ореолом». Предположительно, Маркс был настроен против религии, потому что религия препятствует осуществлению коммунистического идеала, который он считал единственным ответом на глобальные мировые проблемы. Так марксисты объясняют свою позицию. И, к сожалению, некоторые священнослужители объясняют ее также. Преподобный Пол Эстрейхер из Великобритании как-то сказал в своей проповеди, цитируется, «Коммунизм», какими бы ни были его нынешние разнообразные формы проявления, как позитивные, так и негативные, по своей сути является движением за освобождение человека от эксплуатации его собратьями. Сосиологически церковь была и во многом остается на стороне эксплуататоров мира. Кармарск, чьи теории демонстрируют страсть к справедливости и вратству, укоренившуюся в высказываниях древнееврейских пророков, ненавидел религию, потому что она использовалась в качестве инструмента для утверждения статус-кво, при котором дети были рабами и работали до смерти, чтобы сделать богачей еще более богатыми, «Сто лет назад было недешево говорить, что религия – это опиум для народа. Как члены тела Христова мы должны раскаяться, зная, что находимся в долгу перед каждым коммунистом». Марксизм производит впечатление одномышления людей благодаря своему успеху, однако успех еще ничего не доказывает. Колдуны также часто приутпевают в колдовстве. «Успех может сопровождать как правду, так и заблуждение». Сноски страницы номер 6. Карл Маркс и Френдрих Эвгельс, критики гегелевской философии, право введения. Первый том, лист 607-608. И вторая сноска. Пол Эстрейхер «Пропоеди из Церкви Святой Марии», Лондон, 1968, Фонтана, страница 278-280. И наоборот, заблуждение может оказать конструктивное действие, открывая путь к познанию глубокой истины. Поэтому анализ некоторых произведений Маркса следует проводить независимо от успеха его учения. Кем был Маркс? В раннем возрасте Кармас заявлял, что он христианин. Его первая письменная работа называлась «Единение верующих со Христом». Именно в ней мы читаем прекрасные слова. «Сочетание со Христом состоит в самом тесном и живом общении с Ним. В том, что мы всегда имеем Его перед глазами и в сердце своем. И проникнутые величайшей любовью к Нему обращаем в то же самое время сердца наших к нашим братьям, которых Он теснее связал с нами, за которых Он также принес себя в жертву». Маркс знал, что люди могут стать любящими братьями по отношению друг к другу, будучи последователем христианского учения. Он продолжал. «Сочетание со Христом внутреннее возвышает, утешает в страданиях, успокаивает и дает сердце, открытое к человеческой любви. Всему великому и благородному, не из-за честолюбия, не из-за стремления к славе, а только ради Христа». Примерно в то же время Маркс написал в размышлениях юноши при выборе профессии. «Сама религия учит нас тому, что тот идеал, к которому все стремятся, принес себя в жертву ради человечества. А кто смелится отрицать подобное поучение? Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не согнемся под ее бременем, потому что это жертва во имя всех». Маркс начинал жизнь верующим христианинам. В аттестате о получении среднего образования в графе «Религиозные знания» было написано. Его знания христианского вероучения и нравоучения довольно ясны и обоснованы, и он до известной степени знает историю христианской церкви. Однако в написанной незадолго до этого экзаменационной работе Карлу шесть раз повторяет слово «уничтожить», не использованное больше ни одним из его одноклассников. Именно после этого «уничтожить» и стало его прозвищем. Он стал высказываться о человечестве как о людском мусоре и говорил «Ни одна душа не заходит ко мне, и это меня радует, ибо долбанное человечество может меня задолбать». Не цензурное выражение, а не сплошь толпа негодяев и мошенников. Заголовок Первые высказывания Маркса против Бога Вскоре после этого в жизни Маркса произошло нечто загадочное. Он стал глубоко и страстно антирелигиозным человеком. Именно на этом этапе жизни и начал появляться хорошо известный нам Карл Маркс. Примечание к восьмой странице. Номер четыре. Карл Маркс «Размышления юноши при выборе профессии». Берлин Дитс Верлд 1974 Лист 594 Карл Маркс и Фридрих Энгельс Полное собрание сочинений Симон Энд Шустер 1968 Лист 34 Также смотри Роберт Пейн Маркс Пятая сноска Карл Маркс Архивы по истории социализма и рабочего движения Дитс Верлд 1974 Первый том Лист 182-183 Карл Маркс и Фридрих Энгельс Полное собрание сочинений В своем стихотворении «Заклинание впавшего в отчаяние» Он пишет «Я жажду отомстить тому, кто правит свыше» Это еще раз показывает, что он был убежден в существовании того, кто свыше, кто правит, однако восстал против него. Тем не менее, остается непонятным, чем, по мнению Маркса, не угодил ему тот, кто свыше, с большой буквы. Маркс принадлежал к относительно зажиточной семье. В детстве он не голодал, как многие его одноклассники. Он жил намного лучше, чем многие его сокурсники. Что породило такую неистовую ненависть к Богу? Личный мотив остается неизвестным. А возможно, это заявление Карла Маркса было рупором исключительно чужих убеждений. В возрасте, когда большинство молодых людей лелеяли прекрасной мечтой о том, чтобы делать добро окружающим, создавать себе карьеру и служить Отечеству, молодой Маркс вдруг пишет следующие строки «Так Бог вырвал из меня все мое в проклятии и мучении судьбы. Все миры его невозвратимо исчезли. Мне не осталось ничего, кроме мести. Я высоко воздвигну мой престол, холодный и ужасной будет его вершина. Основание его – суеверная дрожь. Церемонии местер, сама черная агония. Кто посмотрит здоровым взором, отвернется, смертельно побледнев и анемев, схваченный слепой и холодной смертностью, да приготовит его радость себе могилу». К девятой странице примечания шестое. Карл Маркс и Фриндрих Энгельс. Полное собрание сочинений. Карл Маркс. Заклинания впавшего в отчаяния. Дитс. Верланд. 1974. Лист. 30. Седьмая сноска. Там же, что и выше, перечислены листы. 30 и 31. Маркс мечтал расстроить мир, созданный Богом. В другом стихотворении он написал «С презрением закованной в латы рукою я врежу миру в лицо и увижу крушение этого гигантского карлика, чье падение не угасит моего пыла. Богоподобно и я смогу ходить победоносно по руинам разрушенного царства», с большой буквы, «каждое мое слово – ад и раздор, и почувствую себя равным создателю», с большой буквы. Слово «я высоко воздвигну мой престол» и признание того, что от сидящего на этом престоле будет исходить только страх и мука, напоминает о гордом хвостовстве Люцифера. Книга пророка Исаия, 14 глава, 13 стих. Цитата. «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой». Возможно, не случайно Бакунин, который какое-то время был одним из самых близких друзей Марса, писал, «Марс любит свою собственную персону гораздо больше, чем своих друзей и своих апостолов. И любая дружба не выдерживает самой легкой раны, нанесенной его тщеславию. Марс никогда не простит никому личного неуважения. Надо его обожать, боготворить, чтобы быть любимым им. Или же, по крайней мере, бояться его, чтобы терпеть от него. Он любит окружать себя раболепствующими, прислужниками, льстецами». Сноски к десятой странице книги, восьмая, цитирована по немецкой ежедневной газете «Западная Германия», 31 декабря 1982 года. Девятая сноска, Берлин, 1924, третий том, страница 306, Бакунин, сочинение «Полемика против евреев». Заголовок «Сатанинская церковь и Оуланем». Почему же Марс жаждал именно такого престола? Ответ на этот вопрос можно найти в малоизвестной драме, которую он также написал в студенческие годы. Она называется «Оуланем». Чтобы объяснить ее название, необходимо сделать краткое отступление. Одним из ритуалов «Сатанинской церкви» является «черная месса», совершаемая жрецом в полночь. Темные свечи поставлены в опрокинутые подсвечники. Жрец в богато украшенной ризе, надетой наизнанку. Все, что написано в молитвеннике, он читает от конца до начала. Святые имена, с большой буквы, Бога, Иисуса, Марии, читаются наоборот. Распятие закреплено вверх ногами или попрано. Алтарем служит тело обнаженной женщины. На освященной обладке, взятой из церкви, сделана надпись «Сатана». И она используется для насмешливого «предчастия» в кавычках. Во время «черной мессы» в кавычках сжигается Библия. Присутствующие дают обет совершить все семь смертных грехов, перечисленных в католическом катехизисе, и никогда не делать добрых дел. За этим следует оргия. Традиция поклонения дьяволу очень стара. В Библии многое сказано о ней и против нее. Невзирая на то, что Бог доверил евреям истинную религию, они часто колебались в вере и приносили жертвы бесам. Второзаконие, книга Библии, второзаконие, 32 глава, 17 стих. Даже царь израильский Иераваам посвятил у себя, цитата, у себя жрецов к высотам и к козлам, и к тельцам, которых он сделал. Библия, вторая книга про Липоменон, 11 глава, 15 стих. Испокон веков люди верили в существование дьявола, отличительной чертой царства, которое является грех и беззаконие, а распад и разрушение следствием этой веры. Неимоверное множество злых дел прошлого, а также современного коммунизма и гитлеровского нацизма, было бы невозможно без направляющей силы самого дьявола. Он был и является вдохновителем, тайным руководителем и создателем силы для покорения человечества и обретения контроля над ним. Характерно, что Оуланин – это инверсия и искажение святого имени, анаграмма Эммануила, библейского имени Иисуса, на еврите, означающего «Бог с нами». Подобное искажение имен весьма характерно для черной магии. Мы сможем понять драму Оуланин, только в свете странного признания, сделанного Марцем в стихотворении под названием «Скрипач», позже уничтоженном и им самим, и его последователями. Адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг, «Пока не сойду с ума, и мое сердце в корне не переменится. Видишь этот меч, князь тьмы продал его мне». Эти строки приобретают особое значение, если иметь в виду, что в ритуалах высшего посвящения в сатанинский культ кандидату продается заколдованный меч, гарантирующий ему успех. Он платит за него, подписывая кровью взятые запястья. Это завет о том, что после смерти его душа будет принадлежать дьяволу. В скобках, чтобы дать читателю возможность лучше понять смысл этого стихотворения, следует добавить, хотя и с естественным отвращением, что после того, как в сатанинской Библии название сказано, что «распятие символизирует бессилие, висящее на древе», дьявол назван в ней «неописуемым князем тьмы, господствующим над миром». Дьявол в противоположность «вечному позору Вифлеема», «проклятому назарянину», «бессильному царю», «беглому и немому богу», «мерзкому и ненавистному претенденту на величие сатаны», «дьявол назван господином света, которому ангелы поклоняются, трепещут в страхе и падают пред немниц». А теперь цитата из самой драмы Оуланем. «Ибо он отбивает время и дает знамения, все сильнее и смелее играют танец смерти, и они тоже Оуланем, Оуланем. Это имя звучит, как смерть, звучит, пока не замрет в жалких корчах. И все же тебя, олицетворенное человечество, силой моих могучих рук я могу схватить и раздавить с яростной силой, в то время, как бездна сияет передо мной и тобой в темноте. Ты провалишься в нее, и я последую за тобой, смеясь и шепча на ухо, «Спускайся со мной, мой друг». В 12-й странице сноски 10-я. Карл Маркс Скрипач, страница 57-58, 11-я. Карл Маркс Оуланем, действие 1-я, сцена 1-я, страница 60-я. В Библии, которую Маркс изучал в старших классах школы и который хорошо знал в зрелые годы, написано, что дьявол будет связан ангелом и брошен в бездну. Книга Откровения, 20-й глава, 3-й стих Библии. Маркс желает потянуть в эту бездну, предназначенную для дьявола и его ангела, все человечество. Кто в этой драме говорит устами Маркса? Не странно ли ожидать, чтобы молодой человек мечтал о том, как человечество провалится в бездну, в скобках тьму внешнюю, в кавычках, как ее именует Библия, и как он сам, смеясь, последует за тем, кого вовлек в неверие. Нигде в мире не культивируется подобный идеал, кроме как в ритуалах посвящения высшие круги иерархии секты сатанистов, когда в драме приходит время смерти Оуланина, вот его слова. Погиб, погиб, мое время истекло, часы остановились, ничтожное строение рухнуло, скоро я прижму вечность к моей груди и диким воплем из реку проклятие всему человечеству. Маркс любил слова Мефистофеля из Фауста. цитата «Все существующее достойно уничтожения». «Все», включая пролетариат и товарищей по борьбе, Маркс цитирует эти слова в произведении 18-я Брюмера Луи Бонапарта. Согласно этому принципу действовал и Сталин, который уничтожал даже членов собственной семьи. Сноски к 13-й странице. Оуланин, действие первое, сцена вторая, лист 63-й, 13-я сноска. Там же действие первое, сцена третье, страница 68-я, 14-я сноска. Карл Маркс, 18-я Брюмера Луи Бонапарта. Из полного собрания сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Берлин, Дитс, Верланд, 1974-й, 8-й том, лист 119-й. В Фаусте Сатана описывается как дух всеотрицания. Это соответствует мышлению Маркса. Он пишет о беспощадной критике всего существующего в борьбе против сложившейся в Германии ситуации, безжалостной критике всего. И, цитаты первой, обязанность печати, по его словам, состоит в том, чтобы подорвать все основы существующего политического строя. Маркс называет себя самым заядлым ненавистником всего положительного. Цитата. Члены секты сатанистов не материалисты. Они верят в вечную жизнь. Оланин, личность устами, которой говорит Маркс, не отрицает существование потустороннего мира и вечной жизни. Он признает ее, однако, исключительно, как жизнь в высшей степени исполненную ненависти. Следует отметить, что «вечность» для демонов означает «мучение». Поэтому бесы и упрекали Иисуса. Цитируем. «Что тебе на нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Библия, Евангелие от Матфея, 8 глава, 29 стих. Аналогичное понимание вечности и у Маркса. Цитата. «А вечность, то не вечная ли воль, не сказана таинственная смерть, шедевр, что создан на позорном. А мы шуты лишь только заводные. Ход времени кривлянием отмечаем. Живем, чтоб что-нибудь случилось в мире и гибнем. Надо, чтобы что-то гибло». Мы начинаем догадываться, что произошло с молодым Марксом. Он имел христианские убеждения, однако не жил соответственно им. Его переписка с отцом свидетельствует о трате им крупных денежных сумм на развлечения, и о непрерывных ссорах с родителями из-за этого и по другим причинам. Таким образом, он, возможно, попал в сети особо тайной септы сатанистов и прошел ритуал посвящения. Сновский к 14-й странице. 15-я. Из полного собрания сочинений Карла Марса и Фриндриха Энгельса, Карл Марс, 18-я, Брюмера, Луи Бонапарта, Берлин, Диц, Верланд, 1974-й, 1-й том, лист, 344-й, 380-й, и 27-й том, лист, 190-й, также 6-й том, лист, 234-й, 16-я сноска. Брехт, Верк, Франкфурт, 1979-й, 1-й том, лист, 651-й, Бертольд Брехт, сочинения. И 17-я сноска. Карл Марс, Оула Нем. Сатана, которого его почитатели видят в глицинациях, во время оргий говорит их устами. Поэтому и Марс является всего лишь рупором сатаны, когда в своем стихотворении заклинание впавшего в отчаяния провозглашает «Я жажду отомстить тому, кто правит свыше». Обратимся же к концу драмы о Оула Нем. Быть нужно тем, чего миры не знают, и побеждать их боли скорб немую гигантской мощью страждущей души. Когда б всепоглощающую бездну в ней их нашел, я бросился б в нее, мир сокрушая между ней и мною, он развалился б от моих проклятий. Я обнял бы глухое бытие, оно в моих погибло бы объятиях и погрузилось бы навек в ничто. Исчезнутый не быть, вот жизнь была бы. А так потоки вечности нестись, гимн горя петь творцу, горя стыдом, с проклятием гордым в онемевшем сердце. Вероятно, Марс черпал вдохновение в словах маркиза Десада. Цитата. Я ненавижу природу, я хотел бы расколоть эту планету, нарушить ход ее орбиты, остановить звездные системы, низвергнуть земной шар в космос, разрушить природу, защитить все, что приносит ей ущерб. Одним словом, мне хочется хулить ее моими делами. Я хотел бы расстроить ее планы, преградить ей путь, остановить движение светил, сотрести планеты, плавающие в космических пространствах, уничтожить все, что служит природе и способствовать всему, что ей вредит. Короче говоря, оскорбить природу в ее созданиях. Быть может, мы смогли бы взять штурмом Солнца, отобрать его у Вселенной или же воспользоваться ими, устроить мировой пожар. Вот это было бы преступление. Десат и Маркс пропагандируют подобные идеи. Люди доброй воли и те, кто вдохновляемы Богом, пытаются служить своим ближним, выпуская книги, расширяющие их знания, утверждающие их высокоморальные взгляды, развивающие их религиозные чувства. Сатана единственное существо, сознательно приносящее только вред человечеству через своих избранных слуг. Насколько мне известно, Маркс единственный известный автор, называющий свои произведения пометом и свинскими книгами. Он специально подсовывает своим читателям мерзость, поэтому неудивительно, что его ученики, румынские коммунисты и правительство Мозамбик, заставили своих заключенных есть экскременты и пить мочу. В драме Оуланем Маркс фактически делает то же, что и дьявол, предает все человечество проклятию. Оуланем вероятно единственная в мире драма, в которой все действующие лица уверены в своей порочности и щеголяют ее. В этой драме нет белого и черного, нет Клавдии и Офелии, ягод из Демоны, в ней все слуги темноты, все демонстрируют черты характера Мефистофеля, все демоничны, порочны и обречены на гибель. Сноски к 16-й странице книги. 19-я полное собрание сочинений Карла Марса и Фриндриха Энгельса Берлин Диц Верланд 1974 30-й том лист 359-й Пауль Гома 56-й Конец первой главы Энгельста обречем 120-й форм